Здравствуйте, это новости Дагестана, в студии Фатима Бутыльбова. И вот главные темы на сегодня. Обновленные тротуары, велопарковки, озеленение и многое другое. Продолжается благоустройство центральных улик столицы. Министр МВД вручил ведомственные награды ополченцам, которые защищали Родину в борьбе с терроризмом 22 года назад. Чтение Корана на шеды и проповеди. В Духовном центре имени пророка Иса Мириму собрались тысячи выходцев Агольского района. Ремонт дорог и укладка новых водопроводных линий. В Махачкале продолжается благоустройство улиц. На очереди Каркмасова и Финская. О подробности расскажет Карим Даниев. Благоустройство Махачкалы идет повышенными темпами. В прошлом году было отремонтировано более 100 улиц. А с начала текущего года облагородили уже 96. И на этом не останавливаются. На сегодняшний день асфальт укладывают на улицы Финской. Рабочие приступили к заключительной стадии ремонта улицы. Здесь предполагается обустройство тротуара с двух сторон. Земляные работы завершены и установлены бордюры. Улица ремонтируется в рамках НАЦ-проекта «Безопасные качественные дороги». Параллельно с этим рабочие приступили к укладке новых водопроводных линий на улице Каркмасова. Ветхие водоводы также заменят и на прилегающих улицах, в их числе родящего часть Абубакарова и Белинского. Целью работы является дальнейшее комплексное благоустройство и озеленение. Площадь проектируемой территории составит почти 6 гектар. Работы завершатся до конца марта 2022 года. В Махачкале прошло межрегиональное совещание по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории СКФО. В ходе мероприятия были обсуждены итоги реализации региональных программ по капремонту в первом полугодии 2021 года. Говорили о ключевых проблемах в этой сфере, об актуальных законодательных инициативах. Спикеры из Минстроя России и делегаты от регионов СКФО ознакомили присутствующих с новеллами законодательства в сфере ЖКХ. Особое внимание было уделено законодательной базе и инициативам, которые необходимо внести для повышения эффективности системы капремонта и ценообразования. В завершении мероприятия, организованного Фондом капремонта Дагестана, была сформирована резолюция по ключевым вопросам. Кавказское межрегиональное управление Ростельхознадзора обследовало железнодорожные пути Махачкалы, Дербентой и Кизляром на наличие карантинных вредных организмов. В результате проверки на территории вокзала Махачкалы были обнаружены очаги амброзии – сорного растения, вредоносного для человека и окружающей среды. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Обследование железнодорожных путей в Дербенте и Кизлярине выявило очагов карантинных растений на путях. При перевозке подкарантинной продукции, зараженной карантинными организмами, семена сорных растений осыпаются и произрастают вдоль железнодорожных путей. Так образуются первичные очаги карантинных объектов. Осутствие своевременных мер по очистке этих зон способствует заражению ценных сельскохозяйственных земель, что наносит существенный вред сельскому хозяйству и окружающей среде. Дагестан отмечает 22-летие разгрома банд международных террористов, вторшуюся в республику. В рамках памятной даты в Махачкале прошла встреча главы МВД Дагестана с участниками тех событий ополченцами. Присутствующие вспоминали тот тяжелый для республики год. Генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов отметил, что дагестанцы в очередной раз показали свой горский характер и, жертвуя собой, преградили путь террористам. За активную помощь в обороне республики глава МВД вручил приглашенным ведомственные награды. В заключении встречи депутат Госдумы Российской Федерации, почетный президент фонда имени имама Шамиля Сагид Пашаумаханов наградил главу МВД орденом имама Шамиля. И отметил, что в сложные для республики времена Абдурашид Магомедов бок о бок с ополченцами сражался с внешним врагом. Минтруда Дагестана запустила сайт и мобильное приложение соцзащита. Теперь жители республики могут получить услуги, предоставляемые учреждениями соцзащиты, не выходя из дома. Ресурс соц.дагминтруд.ру создан в целях цифровизации услуг. В приложении каждый житель республики может получить информацию обо всех имеющихся мерах поддержки, подать электронное заявление на получение услуги или записаться на прием ведомства. Для авторизации на портале достаточно указать логин и пароль от портала госуслуг. Также можно скачать мобильное приложение соцзащита. Приложение является бесплатным. Установить его можно на любое мобильное устройство через Google Play или App Store. Через приложение жители республики также могут ознакомиться с актуальной информацией о мерах в соцподдержке и узнать статус поданного заявления на различные виды пособий. Духовный центр объединяет. В Махачкале прошел маджлис агульского народа. На праздники собрались более трех тысяч человек. О том, как прошел самый крупный сход агульцев, расскажет Хамзанур Магомедов. Чтение Корана, нашиды и пропоеди в Духовном центре имени пророка Иссы. Мир ему собрались тысячи людей. Сюда приехали как совсем юные, так и взрослые агульцы. Одно то, что присутствие здесь всех агульцев, да и не только агульцев здесь, Дагестан, здесь дух, аура Ислама, альхамду лиллях, это большое значение имеет. Я волнуюсь даже, это невозможно передать, это ощущение, слышим, ашиды и ислам, аксакалы, маленькие, простые, это все прекрасно, красиво. Альхамду лиллях, хвала всему всему. Если бы это увидели наши прародители, вот они тогда действительно радовались бы. На территории мечети устроили выставку. Каждый мог соприкоснуться с культурой агульского народа. Я уверена, что эти мероприятия поднимают дух человека. Уверена, что для воспитательного, духовного и нравственного направления это просто необходимо. Хочу поблагодарить всех организаторов, всех спикеров, всех журналистов и всех людей, которые здесь сегодня присутствуют. Среди участников Маджлиса устроили познавательную викторину. Правильно ответившим на вопрос подарили бытовую технику, телефоны, планшеты и многое другое. Не только для нашего народа, наверное, для всего Дагестана вот такие мероприятия, Маджлисы, они несут очень такую существенную пользу. Потому что в городах возможности со своей культурой соприкасаться, со своими историческими корнями, увидеть друг друга не так много и не так часто бывает. Поэтому это очень значимое мероприятие. В ходе мероприятия всех гостей накормили горячим обедом. Маджлис поддержали также представители власти, общественники, журналисты и именитые спортсмены. Организатором выступил Муфтият Дагестана. Хамз Нурмагомедов, Веснам Халиков, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Кизляре прошел вечер нашидов. Он состоялся в честь наступающего месяца Рабьюль-Аваль, в котором родился посланник Всевышнего. На мероприятие приехали люди из разных районов. Всего около трех тысяч человек. Для них звучали строки священного Корана, нашиды и проповеди. Юные дарования показали поучительную сценку. Во время праздника всех гостей ждал горячий обед. Организатором мероприятия выступил Муфтият Дагестана. Хочу поприветствовать всем здесь от имени главы администрации Кизлянского района и Кирова Акима Владимировича. Я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником. Пускай все наши грехи Господь смотрит, Всевышний смотрит все это. И мы будем вступать в новый, как сказать, месяц с новыми надеждами и с хорошими благопияниями и благочестивыми местами. Дагестанец Гамид Алишихов стал бронзовым призером первенства России по картингу. На заключительном седьмом этапе первенства, проходившем в Евпатории, восьмилетний пилот занял второе место, а по итогам сезона замкнул тройку лучших гонщиков. Всего за медали и награды соревнований состязались более 40 спортсменов из разных регионов России. Гамид Алишихов стал первым представителем Северного Кавказа, кто сумел подняться на пьедестал. В Махачкале прошло открытое первенство города по стритболу среди дворовых и уличных команд. В турнире, который проходил в формате 3 на 3, участвовали юноши и девушки 2005-2010 годов рождения. Организатором выступил Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации Махачкалы. Председатель ведомства Марат Ибрагимов пожелал ребятам удачи и отметил, что в городе будут созданы все необходимые условия для занятий стритболом. В завершении победители и призеры получили памятные награды. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. Всего доброго и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин